Вчера Церковь отмечала День памяти Святой Равноапостольной Ольги, русской княгине, которая вошла в историю как созидательница государственной и культурной жизни в Киевской Руси. В праздничный день Святейший Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл совершил Божественную Литургию в Московском храме Иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке. В крещении Ольга получила имя Елены в честь Святой Равноапостольной Царицы Елены, матери императора Константина. Ее крещение произошло в Константинополе. В то время она уже была правительницей Руси. Ее лично крестили патриарх Фефилакт и император Константин Багрянародный, высочайшие лица Византийской империи. Ольгу называют Святой Равноапостольной Княгиней, именно потому, что она способствовала тому, чтобы вера Христова пришла на Русь, чтобы в храмах, которые создавались, звучала проповедь Евангелия, и все люди могли, придя в храм, услышать эту проповедь и принять крещение. Мы сегодня вспоминаем Святую Ольгу не как Великую Княгиню, а как Подвижницу Духа, как женщину, сумевшую осознать суетность язычества, как ту, которая открыла перед собой бездну божественной мудрости, явленной в вере православной. И потому преклоняемся перед ней, как носительницей особого ума, особой внутренней духовной силы, особой воли, и по праву считаем ее предвестницей крещения всего нашего народа. Она молится за всех нас. Она, конечно, молится за единство нашей Церкви, за духовное единство нашего народа, живущего в разных странах и ныне по-разному даже именуемого. Она молится за сохранение образа Святой Руси в сознании наших современников. По окончании литургии был совершен благодарственный молебен о настоятеле храма, митрополите Волокамском и Ларионе, в связи с 50-летием со дня его рождения. Ныне чествуемого архиерея поздравил с юбилеем Святейшего Владыка. Пусть Господь хранит вас на путях вашего служения, пусть помогает Он вам при наличии очень многих обязанностей и многих интересов уметь главное отделять от второстепенного, главному посвящать свою жизнь, а второстепенному небольшое время человеческого досуга. Во внимание к усердным архипастерским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения митрополит Волокамский Ларион был достоин Святейшим Патриархом Ордена Святителя Алексия, митрополита Киевского Московского Всея Руси 2-й степени. Также представитель Русской Церкви вручил юбилеару памятные панагию и крест. Аксиос! 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 Продолжение следует...